В День Победы в Шиилисском районе тоже отдали дань уважения героям Второй мировой войны. В Женокурганском районе состоялся Парад Победы. В начале мероприятия собравшиеся почтили память тех, кто приблизил День Победы ценой своей жизни. Были прочитаны суры из Курана. В театрализованных представлениях была воссознана атмосфера тех лет, стойкости, героизма, горечи потерь, надежды. Всех от чистого сердца поздравляю с 78-летием Дне Победы. Победа в той войне была держана благодаря храбрости и мужеству наших дедов и отцов, которые до последнего вздоха защищали Родину. Два фронтовика были удостоены звания Героя Советского Союза. Это Ануар Абуталипов и Александр Романов. 46 ветеранов вернулись в звание офицеров. Наш гражданский долг – помнить и чтить память павших за Родину. Беречь как зеницу око нашу независимость, мир и спокойствие в стране. Жандос Сырымов – сын участника войны Шамши Сырымова. Сам ослужил в миротворческом подразделении. И вот уже 35 лет преподает начальную военную подготовку в школе аула Жайлма. Мой отец Сырымов Шамши был ветераном войны, 1923 года рождения. В 42-м отправился на войну, был ранен в Польше. В 47-м году благополучно вернулся на Родину. Я воинскую службу проходил в Африке. Во время засухи разные государства прислали гуманитарную помощь к континенту. Мы помогали доставлять её. Ветераны войны в Афганистане вносят большой вклад в пропаганду подвига старшего поколения, воспитание молодёжи на их примере. Всех в Казахстане поздравляю с Днём Победы. Мы ветераны войны в Афганистане, приравные к ветеранам войны. В данный момент в Жанагурганском районе нас 42. Мы пропагандируем героизм солдат Второй мировой войны. Учим подрастающего поколения быть патриотами своей страны, любить Родину. Желаем всем мирного неба над головой. Два года назад в районе ушёл из жизни последний солдат Второй мировой. Всего было отправлено на фронт более 5000 человек. Каждый второй погиб во имя Победы над фашизмом. Их подвиг навечно в памяти потомков.